Осуществлять предпринимательскую деятельность в одиночку довольно сложно, особенно когда это касается мелких производств или, к примеру, розничной торговли. Поэтому индивидуальные предприниматели активно используют труд физических лиц, заключая с ними трудовые или гражданско-правовые договоры. Напомним, что индивидуальные предприниматели могут привлекать не более трех физических лиц, независимо от родственных связей. При этом следует знать, что при выплате доходов наемным работникам индивидуальные предприниматели выполняют роль налоговых агентов, и с выплачиваемых доходов они должны удерживать подоходный налог. Исчисление подоходного налога производится по ставке 13%. Налоговая база определяется как денежное выражение, уменьшенное на налоговые вычеты. При этом следует учитывать, что налоговые вычеты могут быть предоставлены физическому лицу в том случае, если работа у индивидуального предпринимателя для него является основным местом работы. То есть с работником заключен трудовой договор и ведется трудовая книжка. При выплате доходов наемным работникам, при исчислении доходов наемным работникам, индивидуальные предприниматели должны ввести карточку лицевого счета и платежную ведомость. Они часто забывают и этого не делают, не ведут на своих наемных работников. Удерживать подоходный налог предприниматель обязан из доходов наемного работника при их фактической выплате. При этом удержанную сумму налога следует своевременно перечислять бюджет. Кроме того, с доходов своих работников предприниматели перечисляют в Фонд социальной защиты населения обязательные страховые взносы.